В конце текущей недели трейдеры будут следить за выходом следующей макроэкономической статистики. В пятницу в еврозоне будут опубликованы данные по инфляции за декабрь. Ожидается, что цены выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Напомним, что в ноябре инфляция в зоне евро ускорилась до 1,5% с 1,4% в октябре. Инфляция остается ниже целевого значения в 2%, установленного Европейским центральным банком, но значительно выше уровней предыдущего года. В ноябре 2016 года потребительские цены выросли на 0,6%. Самые низкие значения показателя были зафиксированы на Кипре, в Ирландии и Финляндии, а самые высокие – в Эстонии, Литве и Великобритании. В последнем случае рост инфляции был вызван слабостью фунта из-за предстоящего Брекзита. В пятницу США выпустят данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за декабрь. Аналитики прогнозируют прирост на 189 тысяч новых рабочих мест в отчетном периоде. В то же время ожидается, что уровень безработицы останется неизменным – на уровне 4,1%. В ноябре занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 228 тысяч человек, а безработица осталась на отметке 4,1%. Экономика США продолжила расширяться. Экономисты прогнозировали меньший прирост занятости – на 200 тысяч человек. Однако данные по заработным платам не оправдали ожиданий. Средняя почасовая оплата труда выросла на 0,2% в месячном исчислении и на 2,5% в пересчете на годовые темпы, в то время как прогнозировался подъем на 0,3% и 2,7% соответственно. Помимо событий, на которых мы остановились подробнее, в конце недели будут опубликованы следующие данные. В четверг в Китае и Великобритании выйдут отчеты по деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. США представят данные от ADP по изменению числа занятых. В пятницу в Германии опубликуют данные по розничным продажам. В Канаде отчитаются по безработице, торговому балансу и индексу деловой активности. Это был календарь свежих экономических событий, подготовленный для вас командой Инстатв. Всего вам доброго, до свидания.